Если есть яйца, ну нельзя просто так носить яйца. Яйца просто так не висят. Секундочку, Виктория, вы считаете, что я сейчас должен рисковать жизнью всем, чтобы спасти... Две минуты в день можешь это сделать? Просто подумайте, что я могу сделать за две минуты. Вот и все. А возьмите, купите синюю куртку и желтую футболку и пойдите на работу. Все. Я более тонко все делал. Я много что делал. Это все, ничего не решать. Такого я и делаю. Хорошо. Начинайте с чего-то, за что вы будете потом себя уважать. Я могу на этой ноте оставить вас, чтобы вы подумали? Только все равно все очень... Не надо пессимизм. Вы найдете потом второго, третьего, четвертого, а потом паровозников. А вы что думаете, Ленин так вот бог взял и сделал революцию? Знаете, что я думаю? Я убежден абсолютно, что не я, а Европа, например, могла бы там больше. Конечно, конечно. Давайте о котиках. Я считаю лучше о котиках. Давайте о котиках и о бабах. Я вот точно сейчас разозлюсь. Какие вам девушки нравятся? Я сейчас точно разозлюсь и очень сильно как бы начну ругаться матом. Поэтому я вот сейчас скажу, что вам нужно подумать о сыне и за то, что вы родились, не для того, чтобы бухать по ночам, а для того, чтобы сказать Путину хуйло. Где-нибудь, хоть как-нибудь. Путин хуйло однозначно. Дело не в этом. Дело в том, что мой сын не живет в этой стране. Он этого не увидит. И бухать я имею право абсолютно, потому что мой сын очень хорошо обеспечен. Могу бухать, сколько мне влезет. Моя ответственность только перед моим сыном, перед моей женой. И, с которой я, кстати, разведем. У меня вопрос. Относится даже не к Путину. Вот скажите, а что такое мужчина? Вот вы себя описали, как... А что это изменит? А я вообще-то и... А почему я? А почему не ваш ноль? А почему не, что мужчины... Это ноль. Вы скажите, мужчина это ноль. А женщина, так сказать, такая ядреная баба, которая коня на конюшке... Я должна приехать в Кремль и сказать, Путин хуйло, да? Нет. Вы так не должны делать. Мне кажется, что у меня больше яиц, чем у мужчин в России. Ну, серьезно. Зачем вам яйца? Поменяйте полоскать. Я ничего никому не должен. Я буду рожать. Я не в России. Я в России, у меня бизнес в России. Хорошо. Я тут, конечно, в России. Я потом задала вопрос, зачем мужчине яйца в России? Потому что от российских мужчин рожать нельзя. Что может родить российский мужчина, если он ничего в этой жизни не значит? Ну, только секундочку. А вот смотрите, вот, например, даже не я, вот есть российский мужчина. Он против этой войны. Нет, не против. Если он ничего не сказал, он не против.